Зачем Коломойскому дефолт Украины? С зелёной овцы хоть шерсти клок. Александр Дубровский специально для Иорекс. Уже не беглый гражданин Украины, Кипра и Израиля. И пока ещё олигарх Коломойский не на шутку встревожен за свои активы, которые пока ещё в относительной цене, но уже на пороге большого скачка. Один простой вопрос. Скачок вверх или вниз? Для начала, и это важно, напомним, чем владел и чем пока ещё продолжает владеть один из самых одиозных украинских персонажей. Это прежде всего финансово-промышленная группа «Приват», в которую прямо или опосредованно входят, входили более 100 предприятий, среди которых отметим наиболее значимые. «Приватбанк» – самый крупный банк страны, национализирован в декабре 2016 года. «Медиахолдинг» – 1+,1 Медиа, объединяющий телеканалы 1+,1, 1+,1 Интернешнл, ТЭД, украинское независимое информационное агентство новостей «Униан», новостной портал «ТСН-Юэй». Международная авиалиния Украины – самый крупный авиаперевозчик страны. Крупнейшая нефть и газодобывающая компания «Укрнафта» – нефтепереработка и внутренний розничный рынок нефтепродуктов. «Укртатнафта» – нефтепереработка. «Днепроспецсталь» – производство стали и сплавов. «Авиас» – крупнейшая сеть АЗС. «Нафтохимик Прикарпатия» – нефтеперерабатывающий завод. «НПК Галичина» – нефтеперерабатывающий завод. «Криворожский» – железорудный комбинат. Предприятие по добыче железной руды. «Марганецкий ГОК» – предприятие по добыче и переработке марганцевой руды. «Арджоникидзевский ГОК» – основной профиль марганцевая руда. «Некопольский завод ферросплавов» – крупнейший завод ферросплавов. «Лигирующий элементы для производства сплавов в черной и цветной металлургии». Что там у него в активах еще шевелится и приносит доход доподлинно и в деталях нам неведомо. Разве что всем известно, как уплыл «Приватбанк», но остался контроль над медиа империей. Насчет производственных активов, которые, кстати, в большинстве своем сырьевые, можно сказать одно. Судя по внезапной активности Бенни, терять ему есть чего. И вот на днях Коломойский в интервью аж самой Financial Times посоветовал новому президенту Украины объявить дефолт по греческому образцу, сопроводив совет недвусмысленным пожеланием нормализации отношений с Россией, походу обвинив коллективный Запад в равнодушии к судьбе Украины, единственная миссия которой – быть плацдармом против России. О том, чтобы это все значило, мнения разнятся вплоть до конспирологических версий, якобы означающих демонстрацию отсутствия связи олигарха с Зеленским. Однако на самом деле ответ прост – Аки Гривна. Коломойский человек опытный и умный, посему все просчитал заранее. Первое. Дефолт Украины неизбежен. Второе. Все его активы обесценятся. Третье. Внутренний спрос на услуги и товары резко упадет. Четвертое. Экспортный потенциал сырьевых активов в сторону Европы – нулевой. Пятое. Единственный рынок, имеющий потенциальный спрос на продукцию предприятий – Россия. В списке, как видно, также отсутствует волнение за судьбу Украины в целом, а есть лишь острый и ничем не прикрытый меркантильный интерес, основанный на понимании истинной, а не придуманной нациками – роли России. Все, больше ничего придумывать не надо. Осталось понять, что же есть дефолт Украины и с чем его едят. Итак, минимум пять лет, на самом деле несколько больше, практически в прямом эфире, как говорится в режиме онлайн, весь мир наблюдает изощренное убийство экономики крупного государства под благовидным предлогом борьбы за демократию. То, что это натуральное убийство, давно и убедительно доказал тот же МВФ, выдавая странам кредиты под антисоциальные реформы, приватизацию всего, что может работать, а также под стабилизацию валютного курса. Последнее, кстати, особо примечательно, ибо всегда направлено на торможение производств, обладающих маломальским экспортным потенциалом. В череде подобных убийств украинская операция особенно примечательна тем, что Запад, учитывая геополитическую составляющую, будет максимально удерживать Украину от объявления полноценного дефолта, ибо понимает, в отличие от России на рубеже 20-21 веков, она не обладает потенциалом быстрого подъема за счет резкой девальвации гривны и последующего взрывного роста экспортных позиций, не важно сырьевых или каких-либо еще. Одна существенная поправка. Потенциал роста украинского экспорта все-таки возможен, но вот незадача только в направлении России. То есть дефолт для Украины – это начало процесса, пусть и длительного восстановления разрушенных российско-украинских интеграционных связей с неизбежной, уже с обратным вектором, геополитической составляющей. И чем раньше это произойдет, тем менее болезненно пройдет. Вот, собственно, и все, что нужно знать о предстоящем украинском дефолте, неотвратимом и животворящем. Так что прав Игорь Коломойский, что заранее налаживает мосты в единственно верном направлении, даже несмотря на то, что с 21 июня 2014 года объявлен из КРФ международный розыск. Между прочим, за убийства, незаконные методы ведения войны и за похищение людей. Чего не сделаешь ради сохранения непосильно нажитого, даже в пать с медведью залезешь. По скрипту. Пока писал текст, подоспела новость об итогах встречи Зеленского с миссией МВФ. Всего две цитаты из ленты новостей. Зеленский назвал МВФ надежным партнером Украины и в МВФ заявили о готовности посетить Киев после выборов в Раду. То есть Владимир Зеленский, в отличие от Василия Голобородько, так и не решился послать убийц украинской экономики в эротическое путешествие. Не решился, хотя прекрасно знает, должен знать, обязан, чем весь этот цирк рано или поздно закончится. Что ж, господин псевдопрезидент Анти Голобородько сделал свой выбор не в пользу Украины и украинцев. Видимо, запамятовал от страха, что жизнь не кино, дублей не будет. Александр Дубровский. Специально для Иорекс. Зачем Коломойскому дефолт Украины?